здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня 3 августа то есть время подвести итоги за июль месяц июля для меня оказался достаточно плодотворным у меня мало того что я усиленно вязала но даже смогла снять несколько мастер-классов хотя это все получалось с небольшой задержкой поскольку кто следит за работой моего канала знает что на лето мы уезжаем в деревню а здесь очень плохой интернет поэтому чтобы смонтировать ролик мне приходится уезжать к себе в город и уже там спокойно загружать все на youtube поэтому но все равно мало того что я хочу повториться я вязала я и сняла мастер-классы на все мастер-классы я обязательно вам оставлю ссылочки и начнем с готовых работ главная работа которой я горжусь горжусь вот прям что я ее связала можете конечно смеяться или нет но это вот такие носочки мастер-класс по этим носочком будет я постараюсь смонтировать ближайшее время почему я рада что я их связала вот я все люблю вязать но не люблю варежки и носки но как когда живя здесь деревне оказалось вот такой небольшой минус что как бы не было жарко и утром все равно прохладно и на ноги хочется что-то одеть поэтому я и решила связать вот такие король коротенькие носочки долго не стала даже я ломать голову с узором здесь вот этот аран который я очень-очень люблю который использую во многих своих работах и по моему она прекрасно вписался в здесь в этот в эту модель пяточка здесь подкова ну я там все подробно покажу и расскажу именно мастер-классе по поводу пряжи это пряжа у меня ализе супер вош я нашла эту пряжу у себя в закромах раньше когда я вязала раньше я носки вязала но не очень часто но тем не менее но всегда использовала как правило чисто 6 чисто шерстяную пряжу но и вот именно такую пряжу насочную я ее использовала в виде добавки для прочности чтобы изделие не так быстро протиралась но в этот раз решила связать из этой пряжи ну да столкнулась и с плюсами и с минусами то есть плюс вяжется очень хорошо хорошо ложится в узоры достаточно ну как неплохо держит резинку хотя может быть и надо бы получше ну а минус пока которые я заметила это то что пряжа очень и расслаивается то есть когда юля вяжешь она вот вся махро махрявится и вот иногда не всегда получается подцепить полностью всю ниточку поэтому кто начинающий мастерицы мне кажется им будет достаточно тяжело из этой пряжи вязать и я к вам хочу сразу же обратиться за советом может быть кто-то мне посоветует из какой носочной пряжи вяжите именно вы как себя поведет в рабу окаться в носки носочки я обязательно как-то буду за ним следить и уже например там по истечении какого-то времени я обязательно поделюсь и покажу как эти носочки будут там пускай там может быть через месяц через два интенсивные вот носки как они себя поведут но вы пожалуйста делитесь в комментариях какая у вас пряжа какой бы вы посоветовали поскольку ну все таки понравилось мне вязать носочки думаю что это не как-то пусть они сейчас пока первые но конечно не последние обязательно себе свяжу еще несколько носочков поэтому мне нужен ваш совет по поводу пряжи вторая готовая работа которую я связала для себя это вот там пуловер как я точно не знаю вот который на мне связала я его очень быстро поскольку мне нужна была какая-то модель с в-образным вырезом и с длинным рукавом оказалось что у меня все рукава или три четверти или короткий а вот этот длинный рукав связала своим любимым способом от горловины сверху вниз то есть здесь у меня вырез и единственное все без швов единственное в конце работы я то есть вывязывала горловину торопилась так что позабыла связать выточки обязательно вам было это покажу несколько фотографий в поддержку тех кто всегда вяжет выдержки ой кто всегда я вяжет вытачки поскольку когда я вот например меня спрашивают там какие особенности вязания реглана я всегда говорю что я для себя всегда вижу вы это вытачки и многие считают что это пустая трата времени что это не надо ни к чему повторюсь наверное в сотый раз да если как объем груди там 1 2 но как это может быть и не надо это в том случае если модель достаточно свободные то есть вы допустили как на свободу облегания там 5 10 сантиметров если же объем груди более второго и если у вас модель идет так как это боли кого такая прилегаю прилегающих силуэта вытачки нужны обязательно поэтому на своем гацу горьком опыте связала без вытачек потом мне пришлось все это исправлять как не пришлось исправлять ну я просто напросто удлинила на перед перед удлинила и за счет этого нет а вот спереди нет такого как цена поддергивание и длина сравнялась но тем не менее еще две готовые работы которые умение по которым мало того что я связала но по ним и у меня есть мастер-класса вот такая футболочка точно также футболка регланом от горловины сверху вниз связано то есть на на за основу вот этой футболочке этих расчетов можно связать любое готовое плечевое изделие можно футболку можно удлинить у вас будет туника можно связать вообще длинный будет платье любая модель подходит как и для мальчиков так и ой как для девочек для и для мальчиков меняйте цвет и меняете рисунок или просто вяжите лицевой гладью без вот всяких этих оборочек и ирюшечек и у вас при голова получаете прекрасная модель то есть базовая футболочка которой нужно всегда и пригодится в любых условиях по всем тонкостям вязание этой футболочки как я повторяюсь есть мастер-класс можете проходить смотрите нравится вяжите к этой футболочки я также связала вот такой сарафан чик также по этому описанию можно связать или сарафан или топ или тунику специально сделал такие большой вырез и по спинке и по переду чтобы для сарафана это легко чтобы вниз можно было одеть и рубашечку и футболочку или свитер а если вы вяжете и из легкой пряжи на лето чтобы ваша и грудь и спинка загорала и не было жарко это готовые работы и теперь о моих долговязок то есть которые вяжутся между делом или которые как это вяжутся в дороге между делом у меня вяжется жилет продолжает вязаться жилет это жилет я вижу по заказу для одной прекрасной дамы спасибо людмили что за ее терпение и за ее выдержку что она сразу сказала вот когда будет время тогда и свяжите поскольку вот эта пряжа я уже показывал по моему в прошлом вот влоге о своих работах я вижу из из той пряжи который мне прислала заказчица и пряжа получилась такая как это с хитринкой то что мы с ней задумывали связать там выбрали мы рисунок пряжа начала у меня косить вот такая на хулиганка взяла и показал свой характер думали думали гадали как перегадывали связали массу как это вот вариантов и изменили узор все равно косит пряжа и все осталось только мне было добавить сейчас покажу ниточку это у меня по моему кашемир кашемира с мериносом вот одну ниточку я добавила и сразу же ну и ниточку добавила немного внесла изменения в рисунке и полотно решила быть прямым вот смотрите все идеально все прямо все прекрасно вяжется вот такая пряжа с изюминкой бывает и еще как то вещь которую меня вяжется в дороге это вот такой плед тоже так же я показывал этот плед что я начала его вязать в прошлый раз очень много я получила откликов понравился понравилась сама идея утилизации остатков поскольку я собрала все свои остатки пряжи в определенной цветовой гамме и решила просто как череда чередуя вот эти полоски связать себе плед плед у меня достаточно большой сразу я планировала потому что ширина у него сейчас уже полтора метра в длину я планирую связать два метра как минимум сейчас на вот на данный момент у меня метр 10 то есть я уже перевалил свою золотую середину и сейчас себя как бы успокаиваю что у меня плед уменьшается работа моя уменьшается уже за половину я потихонечку вижу но тем не менее оказывается что думала я что пряжу уйдет меньше поскольку я сначала планировала его вязать в одну ниточку но планы изменились связала начала вязать две ниточки и пряжу и уже стало не хватать но тем не менее порылась своих закромах и нахожу приблизительно как это одного оттенка пряжу и ввязываю продолжаю вязать меня очень очень радует пусть потихонечку но процесс двигается и у меня убывает мои залежи пряжи вот эти моточки вот эти клубочки все так хорошо прекрасненько у меня вливается в этот плед единственного почему у меня еще так медленно вяжется потому что у нас жарко очень жарко и даже когда там я еду в дорогу пусть мы едем там с кондиционером но очень жарко поэтому метод долго практически на неделе три просто лежал в пакетике ждал когда будет немного похолоднее но нет вот август опять начался опять жарко так что пускай ждет своего времени но тем не менее вы знаете я умудряюсь им укрываться то есть не вдоль а поперек потому что здесь уже уже метр десять в длину полтора метра все прекрасно складывается вот все мои готовые работы не хочу я долго как-то занимать время единственное хочу даже не хочу загадывать что будет у меня вязаться в августе но надеюсь что вы мне посоветуете очень хорошую носочную пряжу я все-таки куплю и попробую связать еще на носочки поскольку как-то август такой месяц насыщенный мало того что там сбор урожая потом это все полностью то есть консервируется это все маринуется очень много дел не успеваю я ничего но тем не менее хочу для себя тоже вот связать какую-то уже кофточку на осень это у меня я нашла твит стопроцентный меринос и это меринос по моим с кашемиром хочу то ли их сочетать то ли вязать отдельно поскольку на твит я постирала ну да все равно немного полотно косит вот кажется незаметно но полотно косит думаю если попаду в город и может быть какую-то ниточку подберу чтобы исправить это вот эту векаться эту особенность вида рисунок для вот подобрала вот такие цепочку вяжется очень быстро и смотрится мне в полотне понравилось единственное то есть вязать вероятнее всего буду своим любимым способом это от горловины сверху вниз и очень-очень часто мне спрашивают и просят показать подробно вот мастер-класс по вязанию горловатом этим способом у меня есть на канале несколько как это вот такими я мастер-классами снимала как а вот вытачки я вывязываю как горловину вяжу и вот теперь думаю может быть и правда мне снять подробный мастер-класс но я даже плюсы и минусы взвешиваю поскольку расчеты здесь не получится то есть формат мастер-класса попетельно порядовый поскольку ну да он у вас получится если вы попадете мою плотность может быть тогда получится но там больше все таки вот этот метод а подразумевает расчеты но расчеты элементарные но их надо обязательно делать и делать под свою фигуру но вот может быть многие этого и боятся хотя вот этот способ я этим способом вижу ну лет 30 точно он мне очень нравится и по моему вот надо только попробовать и уже закрываться и понять ваш этот способ или нет поэтому но предлагаете может быть да в каком же формате мне попробовать отснять мастер-классы по реглану от горловины сверху вниз может быть вам понравится и вы будете вязать так все я на этом с вами прощаюсь всем хорошего как это хорошей погоды хорошего настроения потому что август он вот пролетает быстро а там начинается уже осень как мы не ругаем ой жарко но все равно хочется чтобы лето было подольше поэтому отдыхайтесь загорайте будьте больше на свежем воздухе но всего-всего вам доброго до свидания мои дорогие до новых встреч и соответствующее упражнение обращайтесь до встречи и до встречи в следующую до встречи в следующей мCE Продолжение следует...